Приветствую вас, дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Сидникова. Сегодня 10 ноября, город Чеплыгин, по-моему, четверг. И я решила включиться, чтобы сразу сделать три дела. Ну, во-первых, еще раз пройтись по нашему центру города Чеплыгин, показать вам шапочку, вы просили. Лена, мы знаем, что Анечка не захочет ее демонстрировать. Ну, я тоже так думаю, что не захочет, поэтому я решила вам ее сегодня на мне показать. Ну и рассказать, какие же еще два дела у меня остались. Ну, во-первых, про шапку. Очень мягкая получилась при такой смесовке. Мидара и вот эта, Линас Дунорд, итальянская. Я нашла такое же платье. Мы с вами его вязали, я, к сожалению, не помню, как оно называется, но из этой же пряжи. Вот оно сейчас на мне, но вы только увидите вверх. Это такое платье-свитер, причем платье-трансформер. Вот эти вот рукава, они специально вывязаны длинными, чтобы не мерзли руки. Сейчас я как-то так настрою камеру, чтобы обзор был хорошим и меня вы видели. Вот, конечно же, приду домой, я вам еще раз все покажу. И платье это, и этот трансформер. То есть рукава здесь снимаются. А платье остается тогда без рукавов, что тоже удобно. Ну, сейчас я рукава одела, я же мерзлячка, но вообще мне очень жарко. Вот. Второе дело, это мне уже звонили два раза и говорили, что готов страховой полис, страховой компанией Капитал. И я иду за ним. Потом, третье дело, недалеко там будет магазин, пункт выдачи Озон. И пришли, наконец-то пришли. И коврик, и линейка. Нож я уже получала. Вот. Я пока не вырезала эти квадратики, вот как два квадратика готовы, эти два блока из джинсы. Так и все, потому что мне уже не хочется, честно говоря, делать это ножницами, когда вот-вот придут инструменты хорошие. И, конечно же, хочется это сделать хорошими инструментами побыстрее и качественнее. Вот. Это все рядышком. Не знаю, как на этот раз у меня получится в страховой компании. Быстро или не быстро. Когда я получала полис, это было что-то, друзья, четыре человека. Девушка обслуживала, наверное, четыре часа. И у нее там начинался перерыв. За мной уже никого не было. У нас четыре человека были, я крайне, да, последняя. И она перед носом пыталась закрыть у меня дверь. Я говорю, вы знаете, нет. Вы меня обслужите, за мной уже никого нет. И я спокойно пойду домой. Потому что, извините, вы очень долго обслуживаете. Ну, со скандалом, короче, со скандалом я добилась таки, чтобы мне выдали полис. Она еще со мной возилась минут сорок, если не больше. Ну, в общем, посадили человека, не обучили. И она, ну, как говорится, каждый пук, она звонит по телефону и начинает спрашивать. Как это, как кто? Вот за каждым, за каждым действием. Это, конечно, какой-то кошмар. Вот, у меня перерыв кричит. Я говорю, я понимаю, что у вас перерыв. Нужно рассчитывать, вы же видите. Я говорю, что я вижу. Я пришла четыре человека до перерыва. Еще четыре часа. И вы, как мне рассчитать, наверное, нужно работать как-то по-другому. Ну, в общем, выдала она мне этот веримый полис. Вот теперь готов. Готов постоянно. Как раз проходим то место, где пролетал пакет. Когда я вам показывала город и говорила чисто. И вот тут пакет. Ну, тут же, тут же нашлась, которая сказала, почему же вы, раз вы любите чистоту, почему же вы не подняли этот пакет. Вы вообще представляете, у меня в одной руке сумка, в другой видеокамера, да, с серти-палкой. И как бы это я все бросала и делала, если бы я шла без этого всего, ну, хотя бы с одной сумкой и без камеры. Я, конечно, бы подняла пакет. А вообще хочу сказать вам, что я не только пакеты собираю. Я еще и мусор собираю, когда мы едем куда-то отдыхать вдоль речки, вдоль посадки. С Лешиком постоянно собирали бутылки и все остальное. Это я вам просто так вот отвечу на ваш комментарий. Будьте добрее. Не судите по себе, пожалуйста. И главное написала. Только не говорите, что вы так и сделали, типа подняли после этот пакет. Нет, не подняла. Признаюсь честно. Ладно, не будем о таких людях. Пусть они живут, а пусть пишут всякие гадости. Я уже привыкла. Вторая тоже написала, что вязание не набирает просмотров, так вы политическую тему касаетесь. Я касаюсь это, потому что у меня болит, друзья. И не так часто я это касаюсь. И потом Украина, хочу сказать вам, это моя родина. Понимаете? Типа без Украины никуда. Конечно, никуда. Я не могу изменить место своего рождения. Вот, центральный рынок проходим. Вот туда озон. А мы сейчас вниз спустимся. Возле пятерки повернем налево и сходим в эту компанию. Капитал страховую. Сейчас повернусь, покажу вам еще наш красивый-красивый собор. Троицкий. Вроде бы-то солнышко там где-то начинает выглядывать. Уже, не знаю, дня три, наверное, солнышко. Один день дождик был. Вчера, друзья, я так устала. Сейчас скажу, отчего. Вот тот арам, который я показывала в прошлом видео. Сейчас надо дорогу прийти. Я нашла ролик, где девушка сама модернизировала вот эту схему, чтобы арам выходил из резинки. Вы мне там писали, что там что-то прибавить. И будет все проходить хорошо. Друзья, видимо, у меня мозги перестали работать. Не хочу я этим заниматься. А девушка приспособила эту схему под... Ну, там, где четыре переклеста было. Так, пройду я здесь, наверное, пройду. Она сделала... В смысле, переклест из четырех, она сделала переклест из трех. И все это в ролике показывает. Я вам его покажу, этот ролик. Вот. Я начала вязать налобную повязку из оставшейся вот этой пряжи, как шапка, да? Ну, осталось сорок грамм, там, по-моему, налобную повязку должно хватить. Так, что-то я зашла. Открыто. Хорошо. Я думала, я не буду от себя. Вот. Осталось сорок грамм, и я начала вязать этим арамом. Думаю, немножко себя, ну, подучу, научусь, как там что, запомню узор. И нашла вот это видео. Один мотив арана я сбязала по видео, каждую петельку, это так медленно. Потом я решила по разговору все это схематично перенести на схему. Друзья, это... Это было что-то я целый день потратила на то, чтобы нарисовать вот эту схему, чтобы больше не смотреть видео. Видео там больше сорока пяти минут. Ой, спасибо тебе, дорогая девушка. Вот. И сделала схему. Но вязать я, скорее всего, не буду. Нашла более легкий аран на том же канале, где вот девушка показывала вот эту шапку. Сейчас я вам еще раз покручусь, чтобы вы видели, как она смотрится со всех сторон. И буду вязать другим узором и не морочить голову. Вот мы и пришли. Вот такое двухэтажное здание. Площадь Хлебная 8. С другой стороны написано. Ну, а мы сейчас поднимемся вот сюда. Так, а что здесь написано? Ладно, друзья, я отключусь сейчас. Вы меня уже увидели. Теперь буду снимать фронтальной камерой. Ну, и, конечно, придем домой. Я вам покажу эту схему и этот аран. Может быть, что-то еще интересное. Вот это здание. И, между прочим, двухэтажное, где находится эта страховая кампания, между прочим, это памятник архитектуры начала 20 века, частный дом купца Распопова. Вот. Ну, Чаплыгин вообще это купеческий город, созданный Петром Первым. Так что это неудивительно. Здесь много таких старинных домов. Смотрите, восстановили. Вот оно как-то и, видите, восстановлено, оштукатурено, покрашено. Вот такое здание. Ну, а я захожу. Захожу. Так, сейчас тачку поставлю, выключу камеру. Друзья, посмотрите, какая роскошь. Это я зашла в здание. И здесь вот такая деревянная лестница с такими балясинами и с деревянными ступеньками. Пол поскрипывает. Может быть, здесь даже и деревянное перекрытие в этом здании. А может, просто скрипит. Вот. С окна покажу вам тоже это здание. Одна женщина там сейчас выйдет и я зайду. Слава Богу. На сегодня будет очень быстро. Друзья, я специально приблизила очень сильно. Посмотрите, как красиво раньше строили. Какие окошки. Какая лепнина. Вот там еще такое же старинное здание. Но как же это было красиво. Видите, стараются все это облагородить. Крыша перекрыта там. Покрасили. Поменяли окна. Вот этот купеческий дом. Распупала, по-моему, да? Ой, как же хорошо солнышко выглянуло. Ну, а я сейчас пройдусь здесь. Тачка тарахтит. Пока пустая, понесу. Вот сельскохозяйственный рынок. Это я, чтобы немножко скосить. Сейчас выгляну, чтобы не так тряслась. А здесь вот эта рыночная площадь по воскресеньям. Хотя сейчас тоже там рынок есть. А сегодня что? Сегодня четверг. Все равно он чем-то торгует. Ну, основной, конечно, рынок здесь суббота-воскресенье. Больше воскресенья. Вот красивый собор троицкий. Сейчас чуть-чуть поднимемся и я в озоне. Видите, как у нас все быстро. Все пешком. И сразу и зарядка для мужа. И дела поделаешь. Ой, ну как же красиво, друзья. Только посмотрите. Класс. Солнышко разыгрывается. Очень люблю я Чеплыгин. Очень красивый городок. Тихий, провинциальный. Много народу мне не надо. Это я опять ответ на комментарий, что где люди. Я наоборот искала город, где нет суеты и где поменьше народу, чтобы можно было и в парке посидеть спокойно и пройтись спокойно, чтобы в магазинах не было толчьи. Так. А вот смотрите, вам хочу показать, как деревья обмотали, видите, приготовили к зиме. Все обмотаны. все. Вот работает эта садовая служба. А вот какая красивая елочка. Фонтан стали закрывать к зиме. Видите, здесь фонтан был. А это сцена. Очень много, кстати, людей на велосипедах ездят. Очень удобно. но только вот опять же в магазин приедешь, куда его девать. Я думала на эту тему, потом решила, нет, буду ездить с тачкой. Вот. Дом Чаплыгина восстанавливают, я уже вам об этом говорила. Ой, красота. На улице тепло. Лешик звонил сегодня, говорил, что по-моему, со следующей недели в Москве уже морозы. А я жду 15 ноября, это благоприятный день для посадки чеснока. Чтобы были корешки, а не вершки. Ну, вот, если не будет дождя, обязательно посажу. Что-то тут тоже шум ремонтируют. вот мы и пришли, друзья. Видите, как все быстро. Чистенько пожила. Город живет, благоустраивается. все, пойду получать свои инструменты. Сейчас, я не знаю, увидите вы меня вот это платье, о котором я говорила. очень жарко. Друзья, не могла не показать вам еще раз эту аллейку. Конечно же, уже облетели практически березоньки. Ну, еще какие-то кустики остались листочками, травка зеленая. И так лениво смотрит солнышко. Наслаждаюсь. Все получила в лозоне. Так, надо как-то взяться. У меня здесь, видите, линейка вот так. Ой, линейка коврик запечатан, потому что его нельзя сворачивать и хранить в зернутом виде. Сумка и селфи-палка. И я иду по нашему очень красивому такому уже родному парку и наслаждаюсь. Детворы там куча. Вообще молодежи очень много. Ой, а как же поблескивает маковка храма. Сейчас не знаю, сейчас выйдем. Вот еще одна березка. Смотрите. Ой, не знаю, видно или нет. Вся в золоте. Такой заряд хорошего настроения. смотрит сколько молодежи. Какие подростки уже лет по 12. Душа радуется. Друзья, нужно радоваться каждому дню. Что дню? Каждой минуте. сейчас еще зайду куплю фруктиков у Шуры. В магните купила бананов. У Шуры не всегда бананы бывают. По 79 рублей. Ну, какая же красота. Ну, просто не знаю, мне хочется петь, кричать от эмоций переполняющих душу. Приезжайте в Чеплыгин. Мы уже здесь живем. Слышали? Девчата кричали приезжайте в Чеплыгин. ой. В общем, иду, ловлю лучики солнца. Сейчас приду, покажу вам. Наверное, ролик затянется, может быть, что-то вырежу. Хотя вы говорите, Лена, снимайте ролики ни о чем. Буду снимать, буду вас радовать. Ну, надо же, приезжайте в Чеплыгин. Почему они решили, что я здесь не живу? Не знаю. Вот. Другая здесь какая-то молодежь, правда. Мне она по своей душевности напоминает наше советское время. О, уже и палаточка готова. Представляете? Наверное, овощи, фрукты будут. Помните, я проходила, вам говорила, строится уже все, вон уже окна поставили. Еще одна палаточка продуктовая. Хорошо. Класс, уже запинили, уже все сделали. Ладно, друзья, не буду смущать. Ребята там строят, так посмотрели здесь. Ох, еще у Шуры сколько ящичков, но мне уже некуда их брать. Жалко. Я бы взяла. Ладно, сейчас буду камеру класть в карман, да пойду в магазинчик. Ой, посмотрите, смотрите, какая красота у Шуры. Классно. Ну вот, друзья, я и дома. Открыла опять окошко на проветривание, упарилась. На улице очень-очень тепло. Видите, мои кошки вышли на прогулку подышать. Вот, да, еще на комментарии отвечу. Друзья, глисты бывают у кошек не только у тех, которые на улице гуляют. Наши кошки на улице не гуляют, они чисто домашние. Сняла платье, вот, вам напомню, по-моему, Северное Сияние я его называла. Это, как раз, платье из той пряжи, из которой я вязала вот эту шапочку. Вот, ну, шапочка будет уже Анюткина. а платьице я вам показываю, очень мягкая. Здесь я ничего не смешивала, а вот здесь смешивала с шелковым блеском. Ну, там интересное вязание, не то, что нитка смешивается, а просто цветная резиночка, вот такая получается. Очень люблю трансформеры. Вот, вы видите, это такие рукава, шарф, рукава, которые одеваются сначала, они, а потом платье. И платье получается, что оно, ну, трансформер, можно носить и с рукавами, и без рукавов. Вот такое платьице. Получила я вот здесь коврик и линейка. Сейчас распакую и посмотрим. Ну, а это я показываю вам вчерашнюю головоломку. Вот, это будет налобная повязка с этим сложным араном. Вот, мои каракули. Это вот переделанная схема под резинку 2х2. Целый день, друзья, с этим вчера занималась. Целый день. Не знаю, может, еще и ошибок наделала. Ну, в общем, немножечко заставила мозги работать. смотрите, что здесь происходит. Пуся ушла, Кузьма втиснулся. Копилочки мои! Вы мои копилочки, да? Дышите? Сегодня Кузьму я кормила, то я сразу просыпаюсь в пустые тарелки, насыпаю сухой корм и начинаю делать шпульки мяса запаривать. А сегодня не насыпала корм, запарила мясо, пока он голодный и он поел мяско. Ой, что там? Что ты как суслик стал? Кто там? Кого вы там увидели? Ой, Пуся, тебе места не хватает, да? Сейчас кто-то уйдет, а Пуська прыгнет. Так, на чем я там остановилась? В общем, я оставлю вам ссылку на этот ролик, где девушка показывает попетельно, как она переделывала вот эту схему узора вот этого арана. Я начинала вязать, видите, чтобы сшить красиво потом эту повязку, я начинала вязать ее с дополнительно контрастной нитки, которую я потом просто вытащу распущу и сошью красиво практически без шва вот эту налобную повязку. Так что дочечке останется шапочка, а у меня будет налобная повязка. Может быть я и ей отдам, это будет как воротничок, можно же одевать и под горлышко и получится у нее тогда вот такой комплектик. ну что друзья, еле-еле распаковала. Вот такая громадная линейка, здесь как раз и угол есть и все, но я еще из пластика не вытаскивала. Так, вот такая фирма, не знаю что за фирма, здесь конечно разлиновка есть на сантиметры, наверное на дюймы. Вот ножичек, ну и в принципе сам коврик двусторонний. Коврик я тоже урвала за 1700 рублей, это дешево считается, последний забрала. Вот, вообще они дороже и 2700, я видела и 3, ну в общем мне достался по хорошей цене. Так, что сегодня скорее всего продолжу работу над своими блоками. Вот эти блоки, кто ко мне недавно подсоединился, очень красиво, кстати, выслали мне трек-код, идет пряжа от Т-Декор и будем вязать коврики и шить покрывало, и вязать шапки. В общем, друзья, хочется объять необъятное. Все, мои хорошие, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео, я думаю, вам было интересно, я вас всех обнимаю, всех люблю, и до скорых встреч, с вами была Елена Ситникова, пока-пока. Ситникова, пока-пока. Ситникова,